Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Чезария Маккари, итальянский художник-скульптор. Маккари родился в Сиене 9 мая 1940 года. Был студентом Института изящных искусств в Сиене вместе с Тито Сорокки. Занимался скульптурой и помогал завершить монумент Пьянджане в Сиене. Позже он работал в ателье Луиджи Мусини во Флоренции. Там в 1864 году английское общество поручило ему скопировать работу Бернардино Пентурикио, найденной в соборе Сиене. Маркиз Бери Нерли заказал ему роспись фресок с изображением четырех евангелистов для частной часовни в своем доме Квинчано в деревушке в коммуне Монтероне де Арбия. Вскоре Маккари получил стипендию на обучение в Риме, что также позволил ему путешествовать по Италии. Его полотно «Пальпита дель Пассата» было удостоено золотой медали на выставке в Парме. Он написал две фигуры в церкви Санта Франческо Романо. С 1870 по 1873 год он активно занимался фресками, украшавшими интерьер церкви Сударио в Риме. Он также нарисовал люнет над гробницей ломбарди в Кампо Верано. На Туринской выставке 1878 года он представил работу, изображающую неизложение Папы Сильверия, Антонины, женой Велисари. Картина получила приз, была приобретена для Гражданского музея в Турине. В своем родном городе Сиене он украсил залу ресорджемента в общественном дворце фресками, которые были хорошо восприняты критиками. Я цитирую переводную Википедию. Между 1882 и 1888 годами Макари написал серию фресок, изображающих знаменитые события из истории древнеримского сената в зале приемов Римского палацца Мадам, резиденции итальянского сената. Макари спроектировал и выполнил фрески для купола базилики Лоретта, выполненные в 1890-1907 годах, изменившие фрески Кристофора Ранкали второго десятилетия 17 века, которые сильно обветшали. Позже Макари стал преподавателем в Академии Святого Луки в Риме. Его парализовало во время работы над дворцом правосудия в Риме в 1909 году, и в результате он перестал работать как художник. Среди его учеников были Чезаре Бертолотти и Джузеппе Аурелли. Умер Макари в Риме в 1919 году. Чезаре Макари один из самых известных итальянских художников и скульпторов своего времени, оставив по себе нетленное наследие, которым до сих пор можно восхищаться в потрясающих художественных гравюрах. Он умер, но его искусство продолжает жить. Вот так вкратце с переводной википедии о итальянском художнике и скульпторе Чезаре Макари. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.